Прежде чем продолжить начатую в прошлом видеоролике тему сионистского движения в предвоенной Палестине, участие в этом Советского Союза и других мировых политических сил, мне хочется сказать следующее. Честно говоря, я давно не следил за творчеством Марка Солонина, которому полтора года назад был посвящен наш первый исторический цикл разоблачения его недостоверной, а иногда абсолютно фейковой информации в цикле, посвященном движению украинских националистов. Но некоторое время назад, с запозданием, к сожалению, на 8-9 месяцев, мне попался на глаза его длинный многосерийный цикл, посвященный как раз проблемам Палестины, Израиля, израильских войн. Это меня заинтересовало, я просмотрел, хотя в формате рендом, потому что было очень много серий, что-то показалось интересным, где-то были какие-то несуразности, какие-то ошибки в фактологии, довольно спорные выводы, часто ничем не подкрепленные. Тем более, я не хочу придираться каким-то филологическим аспектам. В конце концов, это дело слушателей, оценивать, нравится это или не нравится. Тем не менее, я по-прежнему считаю, что личное мнение может быть у человека любым, но когда оно представляется на публику, желательно, чтобы в нем не присутствовал когнитивный диссонанс, чтобы высказываемые мысли, позиции, аналитика не противоречили самому себе, что, к сожалению, у Марка Семеновича практически на каждом шагу. Но когда я вдруг добрался до первой серии этого цикла, как делили британскую подмандатную Палестину, тут я уже понял, что об этом молчать нельзя. Потому что такого количества дезинформации, неточностей, ошибок, некомпетентности, да и в конце концов мы все-таки не в английском парламенте, откровенные лжи я давно не встречал. Но так как эта первая часть является базой, на которую опирается вся многосерийная Солонинская сага, но и не только она, а в принципе любой разговор о предвоенной ситуации в Британской Палестине. И поэтому следует прояснить, как же на самом деле происходили там события, во многом абсолютно отличающиеся от тех фантазий, которые представляет широкой публике Марк Семенович Солонин. И начать нужно с той самой широко известной декларации лорда Бальфура и мандата Лиги наций для Великобритании на управление этой бывшей турецкой провинцией. Здесь Марк Семенович выдумывает интересное юридическое обоснование, по какой причине нужно вообще выполнять решение Лиги наций. Дескать, по праву завоевателя. Они это завоевали и теперь они имеют право этим распоряжаться. Должен заметить, что так можно очень далеко пойти и, например, обосновать аннексию Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей. Завоевали и теперь придумывают свои законы. Не говоря уже о прочих, так же хорошо известных завоевателей из прошлого. Начнем с того, что несмотря на продолжающиеся споры, что подразумевалось в декларации Бальфура под термином «национальный еврейский дом в Палестине», совершенно понятно, что речь шла не о еврейском государстве, тем более не о государстве на территории всей Палестины. Мне могут возразить, что когда в Лондоне в июле 21 года Ллойд Джордж, Уинстон Черчилль и Лорд Бальфур встречались с Хаймом Вейцманом, то они ему подтвердили, что под еврейским национальным домом они всегда имели в виду возможное еврейское государство. Более того, было придумано объяснение, по какой причине англичане выдумали новый никем до того не виданный юридический термин «национальный дом». Это, дескать, связано с компромиссом в правительстве, где находились силы, относившиеся к сионистам негативно. Удивительно, но до сих пор, спустя более чем 100 лет, подобные объяснения принимаются на веру. И действительно, в них можно было бы поверить в том случае, если бы речь шла только о еврейском государстве. Но все дело в том, что в ходе войны на Ближнем Востоке англичане раздавали очень много различных обещаний, самым разным силам, в том числе арабским. И дальше мы об этом будем говорить. При этом выполнять эти обещания никто не собирался, разве что, если они в будущем начинали соответствовать интересам Британской империи. И ввиду сказанного, ровно то же самое касается и декларации Бальфура относительно еврейского национального дома. В зависимости от интересов Лондона, он мог занять и всю территорию Палестины, и половину, и какой-то небольшой кусок, а в случае крайней необходимости, просто очень большой дом где-нибудь в Иерусалиме в качестве еврейского культурного центра. Это тоже было бы неудивительно. Кроме того, в декларации Бальфура было условие, которое, кстати говоря, Марк Семенович озвучил, которое ее практически обнуляло. Каким образом можно было соблюдать гражданские и религиозные права нееврейских общин в Палестине, учитывая, что этими понятиями могли манипулировать любые политики из этих самых групп? Никто не мог объяснить ни тогда, ни фактически до настоящего времени. Кроме того, сам Бальфур в феврале 2019 года заявил, что Палестина считается исключительным случаем, в котором, говоря о местном населении, мы сознательно, справедливо отказываемся принять принцип самоопределения. А в августе того же года добавил, что британцы не собирались консультироваться с существующим населением Палестины. Результаты отчетов по консультациям с местным населением замалчивались в течение нескольких лет. Но как только британская политика в отношении еврейских переселенцев уже сточилась, то в 1939 году комитет под руководством лорда-канцлера Фредерика Моэма сделала вывод о том, что правительство не имело права распоряжаться Палестиной без учета желаний и интересов жителей Палестины. А уже в 2017 году, как вообще любят в демократических странах, британский МИД сделал заявление, что декларация должна была призывать к защите политических прав нееврейских общин Палестине, особенно их право на самоопределение. Но как мы понимаем, это уже было сказано просто для согрева воздуха, потому что паровоз не просто давным-давно ушел, а давным-давно уже прошел несколько стадий рециклинга и в конечном итоге растворился в пространстве времени. Довольно интересно Марк Семенович обращается с цифрами. Призывая не сравнивать бульдозер с зубной щеткой, он делает это постоянно. Например, говоря о жертвах еврейско-арабских столкновений и приводя цифры 113 человек с одной стороны, 116 с другой, оговорившись, что, конечно, каждая жизнь очень цена для близких и родных, но в целом это, конечно, статистика, которая ни в какое сравнение не идет с сотнями тысяч жертв в Украине во время гражданской войны. Ссылаясь на некое исследование, в котором разброс этих жертв колеблется от 100 до 300 тысяч, что, конечно, должно любому здравомыслящему показывать уровень этого исследования. Ну, это типа как советские. Хотим 20 миллионов напишем, хотим 27, хотим 42. Кто их считать будет? Главное, чтобы цифра была ударная. Да и чьими жертвами были погибшие в погромах люди. За все, по-видимому, должен был ответить Симон Петлюра, убитый НКВДшным агентом, якобы в качестве мести за эти погробы. При том, что Петлюра ставил к стенке атаманов-погромщиков. А вот братишка наш Буденный, с которым весь народ был, первый красный офицер Ворошилов, и страшно подумать, кто еще, имевший отношение к той же первой армии, на погромные тенденции, в которые указал Исаак Бабель, за что в результате и сгинул в большой террор. Нет, эти и другие им подобные ни за что, конечно, не отвечают. И хотя Солонин для видимости постоянно проклинает большевиков, Сталина, ГУЛАГ, но с ними все равно можно и нужно сотрудничать. А какой-нибудь Штерн, о котором мы еще будем говорить, и всякие прочие лихи, которые ради спасения еврейского населения готовы были пойти на союз с нацистами, это для него просто кучка отщепенцев, негодяев, о которых и не стоит говорить. И тут еще маленькая ремарочка. Марк Семенович, подружитесь, наконец, с ударениями. Не лихи, а лихи. Не Павелич, а Павелич. Не усташи, а усташи. Ну и ряд других подобных терминов. Так вот, Марк Семенович сравнивает жертвы в мирное время, а ведь никакой войны в Палестине, в полном смысле этого слова, в период беспорядков не было. Со страшными и кровавыми последствиями войн, в особенности гражданских. Давайте попробуем сравнить цифры похожих событий мирного времени. Но говорить будем именно о человеческих жизнях. Не о разрушенных домах, не о сожженных синагогах. Знаете, как в дзюдо. Сколько бы не было оценок кока, они никогда не перевесят юка. Сколько бы не было юка, они никогда не перевесят в азаре. Так и человеческая жизнь не перевесит материальные ценности. В хорошо известном, омерзительном Кишиневском погроме, ярко предмонстрировавшем сущность глубинного народа Российской империи и его царя, который спокойно отнесся к тому, что творилось на юге его империи, погибло, внимание, 49 человек. 49. Эхо этой мерзости слышно до сих пор, и сам термин вошел во многие языки мира. Хрустальная ночь в Третьем Рейхе. Здесь уже само государство задолго до акции открыто стимулировало антиеврейские, антисемитские кампании. Во время Хрустальной ночи погиб 91 человек. Интересно, в стиле рассуждений Марка Семеновича это детский сад по сравнению с тем, что творилось в гражданскую войну в Украине. Или в Палестине в 20-е и 30-е годы. Дальше интереснее. Марк Семенович сам признает, что начинает этот цикл о Палестине по заявкам добрых людей, которые требуют у него рассказать и о еврейских боевиках, якобы в пику его расследованию деятельности УПА и ООН. И поэтому прямо говорит в одной из передач своего цикла, что ООН нужно сравнивать с Организацией освобождения Палестины, а не с какими-либо там боевиками Хаганы. А кто этого не понимает, ну какой смысл вообще с ним разговаривать и что-то ему объяснять? Здесь трудно не согласиться. Еще полтора года назад разоблачали подтасовки и фальсификации, которые он делал в своем антиооновском цикле. Что, кстати говоря, отнюдь не являлось оправданием террора или каких-либо преступлений, которые совершались в период Второй мировой войны. Что же, вспомним жертвы ауновских террористов в период интербеллум, между войнами. Об этом говорят довольно много, в том числе и Марк Семенович неоднократно говорил. Убивали польских чиновников, совершали террористические акты, а украинцев убили больше, чем поляков. И поэтому, конечно, сравнивать их с боевиками Палестины неправомерно, не говоря уже о целях. Ну, цели мы сейчас не будем затрагивать. Поговорим о цифрах. До периода Второй мировой войны от рук кровавых ауновцев погибло 25 поляков, один русский, один еврей и, да, 36 украинцев, 63 человека. Безусловно, это 63 жизни людей, которые имели семьи, имели мечты, имели будущее. Безусловно. Конечно, террор это всегда кровь, жертвы и прерванные жизни. О том, что происходило в Палестине, будет рассказано в следующих видео. Но один факт я приведу сейчас, чтобы, как говорится, расставить точки. Тем более, что я не нашел у Марка Семеновича в его цикле должного отношения к этому событию. А ведь оно очень хорошо известно, просто его не любят вспоминать. 25 ноября 1940 года Хагана осуществляет взрыв корабля Патрия водоизмещением около 12 тысяч тонн, на котором находилось 1800 беженцев из оккупированной немцами Европы. Этих беженцев антифашистские британские власти Палестины отказались принять и планировали перебросить на британские Маврики. Отправка еврейских беженцев в Палестину была организована Центральным управлением еврейской эмиграции Эйхмана, которое зафорхотовало три корабля, на которые 3600 еврейских беженцев из Вены, Данцига и Праги через Румынию должны были оказаться в земле обетованной. Интересно, что само плавание проходило именно в то время, когда состоялся контакт группировки Лихии Авраама Штерна с представителями Третьего Рейха. Об этом Марк Семенович с различными усмешками и ужимками рассказал в своей передаче. У его логики такое сотрудничество является несомненным преступлением. Этим фактом долгие годы пользовались и пользуются различные антисемиты, а сражаться нужно за Британию, за вот эту самую Британию, которая этих беженцев не приняла. Кстати говоря, Патрия это был уже другой корабль, который англичане использовали именно для депортации на Маврикий. В результате взрыва погибли 267 человек. Из них 50 это были члены экипажа и британские солдаты сопровождения, остальные еврейские беженцы. Несложно подсчитать, что общее количество погибших равнялось жертвам Кишиневского погрома, Хрустальной ночи и жертвам палестинских столкновений конца 20-х годов. А также в 6 раз превосходит количество украинцев, ставших жертвами террора ООН за несколько лет. Это через годы стали рассказываться сказки, что Хагана, дескать, ошиблась в количестве боеприпаса, что не ожидали, что такая слабая конструкция у судна, на котором, напомню, было 1800 человек, что хотели взорвать это судно, чтобы англичане не смогли депортировать этих людей. Это все будет потом. Была даже вброшена версия, что пассажиры сами себя взорвали от отчаяния. Ну и, наконец, все постарались свалить на столь ненавистный Марку Семеновичу Иргун, от которого тогда и отпочковался этот еще более ненавистный лихий Авраама Штерна. При этом детали, конечно, хорошо были известны руководству сионистской, просоветской, фактически марксистской партии Мапай и ее лидера Дэвида Бен-Гуриона. В узком кругу доходили до такого цинизма, что могли утверждать, что гибель людей не была напрасной, потому что выжившим было разрешено остаться в Палестине. Более здравомыслящие утверждали, что Хагана не могла втягивать иммигрантов в подпольный конфликт с британскими властями, потому что они не принимали этого решения добровольно. Это к вопросу о том, как левые сионисты и Хагана прекратили с началом Второй мировой войны конфликт с Британией. А правые, дескать, этого не захотели. И только в 1957 году Мунья Мордор, тот, кто заложил эту бомбу, наконец объяснил, кто это сделал. Добавив при этом, что никогда не было никакого намерения потопить корабль. Как бы то ни было, но с момента этого теракта убийство евреями и евреев, под каким бы предлогом оно ни происходило, перестало быть явлением удивительно. Продолжение следует. Продолжение следует.